Доброго дня, дорогие земляки! В спокойную гавань вашего вторника прибыла студия 11. Если вдруг вы заскучали на работе или приуныли, наводя порядок в доме, советую ненадолго отложить все заботы и сделать громкость вашего устройства на максимум. Мы здесь, чтобы изменить ваш день в лучшую сторону. Встречи с любимым зрителем дожидаются сюжеты от нашей команды. И вот чем порадуем вас в первой части выпуска. Без него утро – не утро. Поговорим о пользе кофе и узнаем, как правильно варить любимый напиток в турке. С творчеством на дальние расстояния. Музыкальный театр Республики Коми продолжает гастролировать по районам нашего региона. На такой рыбалке тихо точно не будет. Столица Коми готовится к проведению трехозерского карася. Мое утро никогда не обходится без кофе. Вкусный, ароматный, он не только позволяет мне проснуться, но и в силу привычки служит эдаким маркером удачности грядущего дня. Только вот, признаюсь честно, силы времени на варку не хватает. Поэтому почти всегда я грешу растворимым вариантом напитка. Однако наибольшую пользу, как известно, приносит кофе, приготовленный в турке или в кофемашине. Кстати, о плюсах. Недавно российские диетологи заявили, что кофе полезен для сердца и почек. Учеными было проведено исследование, в результате которого люди, употреблявшие 2-3 чашки кофе в день, отличались пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и аритмии в течение 10 лет. Употребление кофе может быть и эффективным средством улучшения состояния печени, отмечают специалисты. Но, безусловно, во всем нужна мера. Вот такие приятные новости. И, как я уже отметила, лучший кофе – это тот, который вы для себя заботливо сварили. И прямо сейчас для вас пара полезных советов, как приготовить любимый напиток в турке, чтобы и вкус не горчил, и плита оставалась чистой. Помол должен напоминать пудру. На 1-2 чайные ложки кофе должно быть полстакана воды. Перемешайте кофе в джезве, чтобы убрать все комочки. Время приготовления – 2-2,5 минуты. Следите за шапкой из кофе, чтобы она не разрушилась. Одна джезва – одна чашка. После приготовления подождите 10 минут, пока кофе остынет и осядет. В преддверии весны с 26 февраля по 6 марта артисты театра оперы и балета вновь отправятся в ставший уже традиционным северный гастрольный тур. Коллектив посетит районы и города Республики Коми, где будут радовать местных жителей своим творчеством. Разнообразные песенные и танцевальные номера, калейдоскоп ярких эмоций и сюрпризов от ведущих артистов музыкального театра Республики. Все это уже заявлено в концертной программе. Важно, что в этом году проект отмечает свой первый юбилей – 10 лет. Подробнее о предстоящем туре мы прямо сейчас узнаем от ведущей столистки театра, заслуженной артистки Коми Елены Серковой. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем маршруте, куда отправитесь. В этом году география наших гастролей немножечко расширилась. Мы начинаем свой гастрольный тур с города Емва и заканчиваем традиционно в городе Миконь. Естественно, будет Ухта, естественно, будет Сосногорск, Ижма, это будет Печора, это будет Вуктыл. Впервые мы посетим Нижний Одесс. Нас пригласило село Обьячево. И, в общем-то, 7 марта состоится большой концерт в селе Обьячево. Какая программа ожидает зрителей? Это праздничная программа, посвященная нашему международному женскому дню 8 марта. Естественно, это арии за перет, это мюзиклы, это сцены из мюзиклов, это песни советских и зарубежных композиторов, это популярная музыка и, естественно, обработки народных песен. Вот такой жанровый разброс не зря ведь, да, сделан. Почему? Конечно. Ну, потому что есть определенные пожелания наших зрителей. С годами мы уже собрали пожелания, мы собрали любимые какие-то произведения нашей публики. 10 лет мы выезжаем в Северный гастрольный тур, естественно, у нас есть постоянная публика, и, конечно же, мы стараемся всем угодить и всех восхитить. С 26 февраля по 6 марта. Дней не так много, но мест, которые вы перечислили, очень много. А как успеете вот все это реализовать? В некоторые дни два концерта. Устают артисты? Артисты устают, но все артисты очень профессиональные, и все артисты очень много лет уже работают, и, естественно, у них есть опыт определенный. Они умеют сохранить свою энергию, и ничем не хуже, скажем, второй концерт, чем первый. Елена, вы автор этого проекта, 10 лет уже, да, вы ездите по республике. И вот в этот раз, а насколько большая команда собралась, и кто отправится? Традиционно выезжает команда в составе 13-14 человек. Из них это 7-8 солистов и остальной технический персонал. Как правило, у нас всегда выезжают новые артисты, молодые, вновь пришедшие в театр. И, естественно, есть костяк нашего северного гастрольного тура. Это Альфия Каратаева, это Анатолий Журавлев, это Алексей Петров, это вот Анастасия Марараш, конечно, молодые солисты, вот сейчас Яна Пикулева, Николай Калашников к нам присоединились, уже на протяжении трех лет выезжают вместе с нами. И, естественно, незыблем также остается наш технический персонал. Это наш звукорежиссер Михаил Шестаков, ни одного гастрольного тура не пропустил. Это наш парикмахер Татьяна Петрунева, естественно. Это наш костюмер Любовь Машкалева. И в этот гастрольный тур у нас выезжает осветитель Светлана Костина. Я хочу сказать, что гастрольный тур – это еще и мастер-классы для технического персонала тех клубов, тех домов культуры, в которые мы выезжаем. Конечно, слушайте, интересно, да, польза не только для зрителя, но и для тех, кто работает. И вот уже многолетний такой опыт. А вот каких результатов удалось добиться? Главная цель все-таки гастрольного тура – это нести культуру в массу, особенно в отдаленные какие-то территории нашей республики. И вот публика, по вашему мнению, она стала ближе к высокой культуре музыкальной? Безусловно, безусловно. Это является целью нашего северного гастрольного тура. Это не только выступление в больших концертных залах, на больших сценических площадках. Это и выступление в маленьких отдаленных селах нашей республики Коми. Это просто незыблемые условия нашего северного гастрольного тура. Популяризация высокого искусства и, естественно, пропаганда театра оперы и балета. Раньше люди боялись. И вы знаете, даже бывали такие случаи, что на наших афишах администрация, скажем, того или иного Дома культуры зачеркивала и как-то заклеивала слово опера и балет. Ну, что-то писали иное. Сейчас уже этого нет. Уже никто ничего не боится. Никто не боится того, что приедут солисты оперы и будут петь, скажем, серьезную какую-то оперу, которой, в принципе, еще может быть не готова публика в отдаленных селах и городах. Но, тем не менее, они уже знают пофамильно артистов театра. Они прекрасно знают о репертуаре театра. И, что очень радует, к нам на спектакли приезжают зрители нашего северного гастрольного тура. Узнав, что любимые артисты заняты в том или ином произведении, в том или иной постановке, значит, возвращаются к нам в Сыктывкар и посещают театр оперы и балета. Здорово. Елена, спасибо большое, что пришли к нам в студию, рассказали о ваших грядущих гастролях. Дорогие друзья, нас смотрит вся Республика Коми. И если ваша деревня, ваше село или ваш район в скором времени встретит нашу замечательную труппу театра оперы и балета, обязательно приходите на концерт и наслаждайтесь музыкальным искусством. Спасибо. 26 февраля жители Коми ждет еще одно яркое событие. В Сыктывкаре пройдет фестиваль зимней рыбалки «Трехозерский карась». Праздник подледного лова соберет в одном месте не только рыбаков, но и просто любителей активного отдыха и веселья. В программе занимательные экскурсии, спортивные развлечения для детей и взрослых. Ну и, конечно, главная часть зимнего фестиваля – соревнования по ловле рыбы. Участвовать можно будет как в одиночку, так и целыми семьями. Поэтому, дорогие земляки, готовьте удочки и на полных парах. 26 февраля в «Трехозерку» будет здорово. Печорская гимназия номер один укрепляет материально-техническую базу. Так, недавно в учебное заведение закупили цифровую лабораторию по физике, да укомплектовали кабинеты центра точки роста. Приятный результат не заставил себя ждать. Ученики уже увеличили количество успешных выступлений на олимпиадах и конкурсах, что в перспективе сулит поступление в ведущие вузы страны. Машина Голдберга заводится не сразу, но юные исследователи обязательно найдут и устранят ошибку. Достичь простого результата через цепь последовательных и сложных действий для ребят постарше труда не составит. Помогают знания математики и физики. Вот они – наглядные примеры сложных теорий и законов. Центр образования «Точка роста» на базе гимназии номер один в Печоре создан в сентябре 2020-го. Наверное, так и должна выглядеть современная школа. Общее образование здесь тесно переплетается с естественно-научной и внеурочной деятельностью. Работают гимназисты на современном оборудовании. Например, опыты по физике и лабораторные работы выполняют с помощью цифровых приборов. Раньше был аналог. Например, датчик температуры позволит нам измерять более точную температуру. Например, для лабораторных работ, которые мы раньше могли делать, но с некоторой погрешностью. А сейчас мы будем более точных делать. Также для некоторых ребят, которые пишут проекты по темам, теперь мы также можем использовать цифровое оборудование и программное обеспечение, чтобы как раз получить желаемый результат. Гимназии помогают социальные партнеры – квадрокоптеры, роботы, 3D-принтеры. Раньше об этом шкалеры только мечтали. В точке роста уверены. Оснащение современной техникой повышает мотивацию учащихся, а значит и качество образования. Использование цифрового оборудования стимулирует гимназистов к самостоятельным исследованиям, формирует интеллектуальные навыки и прикладные знания, открывает новые способности. Благодаря финансовой поддержке мы приобрели цифровую лабораторию по физике, доукомплектовали наш кабинет физики. Мы приобрели фрезерный станок, лобзиковые станки, приборы для выжигания и гелиуширования ткани, которые, конечно, послужат нашим детям в развитии. Однозначно профориентация, именно с этим заделом мы и приобретали это оборудование, чтобы дети как можно раньше для себя выяснили свои способности и начали о чем-то мечтать и двигаться в этом направлении. В Печорской гимназии номер один реализует проект ранней профориентации «Билет в будущее». Девятиклассники уже прошли тестирование, определили, какая сфера интересов больше всего им подходит и будет ли та или иная профессия, актуальна ли через пять. По некоторым направлениям уже прошли практические занятия. В лабораториях Печорского промышленно-экономического техникума ребята познакомились с азами работы медиков и сварщиков. Доказано, чем дольше вы смотрите нашу программу, тем выше уровень эндорфина в вашем организме. Через пару мгновений мы продолжим наше увлекательное путешествие по телепросторам. Не переключайтесь! В эфире студия 11, программа о полезном, интересном и позитивном. Мы начинаем вторую часть выпуска и вот о чем она будет. Язык матери и отца. Сегодня отмечается Международный день родного языка. Спортивная борьба, рок-н-ролл и лыжи. О чем расскажет в новом выпуске детали со вкусом трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чипалова. Новый взгляд на родные просторы. Вашему вниманию необычная видеозарисовка о Республике Коми. Каждый народ – это неповторимая культура, истории, традиции, образ жизни и, конечно же, язык. Сберечь словарную базу даже самой малочисленной народности – очень важная задача. Ежегодно с целью подчеркнуть значимость этой идеи 21 февраля в России отмечается Международный день родного языка. Развитием и поддержкой национально-культурных автономий в Коми занимается Дом дружбы народов. И в нашей студии сегодня заместитель его директора – Остапова Зоя Васильевна. Зоя Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько же в Доме дружбы народов сегодня национально-культурных автономий есть? На базе Дома дружбы народов располагаются культурно-просветительские кабинеты 27 национально-культурных автономий и общественных организаций, которые имеют национальную направленность. Но если говорить о республике Коми, то таких организаций национально-культурных автономий – 46, 30 различных организаций национального направления и 16 казачьих организаций. Ну а если взять Сыктывхар, то 58. Но в любом случае, конечно, Дом дружбы народов не может вместить всех, все национально-культурные автономии. На нашей базе располагаются наиболее многочисленные, и, конечно, они все ориентированы на то, чтобы пропагандировать и популяризировать культуру своего народа, представлять эту культуру всем гостям Дома дружбы народов. И, конечно, мы очень рады всегда, когда их ряды пополняются. Недавно мне посчастливилось побывать в белорусской национально-культурной автономии. Мне там очень понравилось. Веселые заводные люди там работают, проводят свою деятельность. И вот самая многочисленная автономия какая у нас? Конечно, если говорить о Республике Коми и о Доме дружбы народов, это, конечно, Коми-Войтер. Ну а затем у нас идут по численности наиболее многочисленными – это украинцы, российские немцы, белорусы, татары. Ну и очень активная автономия – это болгарская автономия, которая, я думаю, славится действительно очень большим креативом проведения различных мероприятий, проектов. И очень важно, что все автономии, они, конечно, ориентированы на детское сообщество, на то, чтобы именно молодежь, которые в дальнейшем будут продолжателями культуры, присоединялись к их рядам. Вот это является очень важным. И вот какого рода события участники автономии проводят на территории Республики Коми, чтобы привлечь новых участников? Ну, мероприятия, конечно, бывают самыми разными. Это и мастер-классы, и различные выставки, и познавательные мероприятия. Это и работа с детьми на воскресных школах. И такие воскресные школы имеются у армян, у русского мира, у российских немцев. И, в общем-то, вот эти воскресные школы, конечно же, популяризируют родной язык и культуру. То есть вот это очень важным является. Хочется отметить, что, конечно, Дом Дружбы Народов большое значение придает проведению Международного Дня Родных Языков, который отмечается 21 февраля. И, как и традиционно, обычно, как обычно, мы проводим целый комплекс мероприятий. И начинается он с творческой презентации проекта в Центре инновационных языковых технологий, который также работает в нашем Доме Дружбы Народов. Их деятельность направлена на продвижение и функционирование коми-языка в электронном пространстве. Кроме того, при этом в Центре работает Бюро официального перевода. И, в общем-то, все, что мы видим, связанное с коми-языком на мероприятиях по синхронному переводу, это все сотрудники нашего Дома Дружбы Народов. Я еще хочу сказать о том, что День Родного Языка мы будем проводить, конечно, достаточно, скажем так, активно, привлекая различные автономии, потому что каждая автономия, она, конечно, ориентирована на сохранение языка. И для них этот праздник, как бы, тоже будет очень важным. Ведь известно, что пока жив язык, то и сохраняется народ. И вот это, скажем так, вот такая миссия, каждая автономия, передавать язык из поколения в поколение. И, в общем-то, мы в этот день запланировали проведение языковой ярмарки, на котором примут участие, ну, конечно, не все автономии, но большинство автономии они представят и культуру, и языковые игры, и какие-то, может быть, презентации литературы. Обязательно будет караоке, песен на языках народа в Республике Коми. И, в общем-то, мы всех ждем, Дом дружбы народа, 21 февраля к 14 часам, и до позднего вечера у нас будут продолжаться различные мероприятия. Заявительно, спасибо большое. Дорогие телезрители, обязательно приходите, просвещайтесь, узнавайте больше о других, о народах Республики Коми. Уверена, будет очень интересно. Спасибо. Спасибо. Для Юлии Чепаловой дальневосточный папоротник в разных блюдах – это вкус детства. Без этого растения она и сейчас не обходится, хотя живет далеко от Хабаровска. Домочадцам тоже готовят экзотические супы и салаты. Кстати, у папоротника самое важное – это вот эти вот кудряшки. Угу. То есть нам нужно их будет обрывать сейчас, да? Нет, нет, мы все будем чарить, да. У нашей гостьи эвенкийские корни. Ее прадед открывал Шантарские острова. Сама Юля в шутку говорит, что из эвенкийского у нее только скулы, да еще она любит есть сырые рыбу и мясо. Но сегодня у нас все ингредиенты пройдут термическую обработку. Пока ведущий чистит картошку, а трехкратная олимпийская чемпионка нарезает говядину, разговор заходит о первой медали. В шесть лет Юлия Чепалова участвовала в лыжных соревнованиях между сотрудниками магазинов. Мама работала продавцом. И девочка выиграла, обогнав на трассе взрослых. Мне подарили косметичку. Косметичкой была массажная расческа. Очень модно раньше было. Да, да, да. Зеркальце. И причем она открывалась. Это было что-то. Я там счастливая была. Вы эту награду запомнили тоже, да? Да, да, конечно. Вот так началась спортивная карьера Юлии Чепаловой. С детства она каталась с таким азартом, что сомнений у родителей, в какую секцию отдать дочь, не было. Чепалова бежит так, как не бежала еще. Чепалова влилась, закрепилась на четвертой позиции. Чепалова в первом ряду. У Чепаловой получается вполне прилично, хотя мы прекрасно понимаем, насколько она устала. С таким же азартом она берется за любое дело, будь то Хабаровская федерация по лыжным гонкам или Федерация акробатического рок-н-ролла в Коми. В спортивно-танцевальном клубе Сыктывкара есть группы и детские, и взрослые. Причем дамы приходят на тренировки отдохнуть от домашних хлопот. Даже я, когда иду на тренировку, на работу, я иду отдыхать, потому что я там как-то разгружаюсь, и мысли другие. Перезагрузить мысли помогает и рыбалка, в особенности дальневосточная, да еще стремление экспериментировать во всем, даже на кухне. Смотрите «Детали со вкусом» сегодня в 20.00 на Юргане и завтра в 17.45 на ОТР. Чтобы увидеть все самые красивые места Республики Коми, понадобится ой, как немало времени. Ведь наш край наполнен завораживающими пейзажами и памятниками природы. Задачу – посмотреть все и сразу, упрощают наши местные видеографы. Так недавно необычную видеозарисовку создал интенец Александр Кузнецов. Давайте вдохновимся работой Северного Творца вместе. Северного Творца Северного Творца Субтитры делал DimaTorzok Оставшееся сегодня время принесет вам только радость, а все люди, которых вы встретите, обогатят ваше настроение хорошими эмоциями. Увидимся завтра, Республика. Пока-пока.